Приветствую вас. Знаете, вы в своем вопросе не затронули тему целей. То есть вот вы пишите, что хотите, ну, с чего-то. Вы пишите, что делать вам, спрашиваете, что делать вам. Но при этом, при том, что вы спрашиваете, что вам делать, вы не утолчняете, что делать, чтобы что. А ведь это очень важно понять, что вы хотите делать, чтобы что вы хотите делать. Что вам нужно вообще. Какая цель у вас в том, что вы делаете, в том, что вы, ну, хотите делать. То есть необходимо определиться, что делать, чтобы что. Если сохранить отношения с девочкой, например. Это одно. Но если, допустим, наладить ваши отношения с родными, это другое. Если, скажем так, ну, побеспокоиться о более самостоятельной модели поведения, да. Ну, а более самостоятельной позиции по отношению к другим людям, что третье. Если поработать, например, над уверенностью в себе, допустим, это четвертое, да. То есть вот вопрос заключается в том, что именно вам нужно. А чего именно вы хотите. В чем вы нуждаетесь чисто для себя. Вот. Какой запрос. Понимаете. И вот уже исходя из этого, можно будет о чем поговорить. Исходя из этого, можно будет уже что-то делать. Понимаете. Я думаю, что ваша такая ошибка была в том, что вы изначально как будто, ну, не знаю, не хотели брать ответственность, может быть. на себя до конца за девушку. Вот. Не хотели быть откровенны, откровенны в своих отношениях с, ну, с родными, допустим. В этой ситуации, что порой оказалось, вам лучше всего, правильнее всего, будет откровенно вместе, вместе, то есть вдвоем, поговорить с людьми, родными, первоначально, да, перед этим, определившись всем, для чего вам это нужно. То есть, ну, с какой целью вы этого хотите. Потому что, в конце концов, люди, с которыми вы не нашли общего языка, это просто люди. Это не ваша пара. Правда? Вот. И вам нужно решать свою жизнь, свою судьбу самостоятельно, без, как бы, других людей. Да, это неприятная ситуация, я согласен. Это ситуация, которая является испытанием для вас. Это так. Это так. Это так. Но, это одно из самых слабых испытаний, какие только могут быть. В жизни вам придется преодолевать гораздо более серьезные испытания. И, если воспринимать то, что происходит сейчас, как первое препятствие, и с интересом, с творчеством, с креативом пройти к решению этой проблемы, просто посмотреть, как вы сможете ее решить, разве это не будет лучше для вас. Понимаете? Какая история. То есть, тут вот мне кажется, можно посмотреть в этом направлении. Дальше. Почему вас это пугает? То есть, вас пугает, что кто-то против ваших отношений, вас пугает, что кто-то не согласен. Пугает ли? Вот в чем вопрос. То есть, если пугает, то чем? Если пугает, то почему? Если пугает, то как? Если пугает, то что именно? И что за чувства вы испытываете, когда воспринимаете это? Вот я думаю, что данный аспект нужно тоже исследовать. Если у вас есть сомнения, если у вас есть неуверенность, то для вас и для вашей девушки будет лучше, если вы на это сейчас обратите самое пристальное внимание. Вот это то, что я думаю, можно вам сказать. Это то, как я думаю, можно вам ответить. Надеюсь, это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok